У этой войны могут быть насчет сырья, насчет партнеров с другой стороны границы. А вчера вот тоже появился какой-то разговор, аквафор свертывает здесь производство, наоборот, аквафор хочет именно развертывать производство и тех частей или запчастей, с чего делается их продукция, развернуть это производство здесь, в Эстонии, то есть уйти с России. Так что это не одинаково влияет на предпринимательство. Есть, конечно, риск, что связано с транзитом, спортом, силами, например, я был там, могут остаться некоторые люди без работы, но здесь есть очень важно, чтобы мы через программы, меры развития экономики, создавания новых рабочих мест, что мы делаем и сейчас в Витавирусской фраме, в большом количестве смогли делать с помощью фонда справедливого перехода и других средств. И в ближайшее время эти меры будут открываться, и тогда возможно, что и будут новые рабочие места, которые компенсируют тогда те места, которые пропадают. Некоторые места ничего не поддерживают, действительно пропадают. Ну, может действительно уровень жизни здесь резко упасть? Я не верю. Я думаю, наоборот, если бы не было этой войны, то бы я сказал, что в следующие годы очень быстро будет расти уровень жизни. Сейчас я думаю, что в какой-то перспективе через три-четыре года этот уровень жизни тоже поднимется. Может есть какая-то тарасилек, то есть... Но это во всем мире, во всех отношениях сейчас какой-то... Все ждут, как дела идут дальше, как найти новое сырье в других государствах и так далее. Это во всем мире сейчас под вопросом. Но я думаю, мы справимся. И в Витавирус очень, я бы сказал, предпринимательные люди. Есть хорошие предприниматели, которые все время развивают свое производство. И я думаю, что с помощью этих государственных и европейских средств мы можем и новые рабочие места задать здесь.